у сяоми есть под своим брендом три ручки первая ручка где-то производилась она наверно в пятнадцатом шестнадцатом семнадцатом году сейчас ее уже сложно найти новый она у нас частично пластиковая частично металлическая и где-то 18 девятнадцатом году появились две ручки они у нас как бы продолжательницы вот этой ручки фирмы midge xiaomi они у нас сделаны уже полностью из металла то есть и внешние и внутренние детали сделаны из металла но ручки очень похожи отличаются только цветами и конечно есть люди которые хотят приобрести данную ручку именно из-за дизайна ничего опять же какого-то супер дорогого в этих ручках нет просто довольно интересный дизайн которые придумали фирме xiaomi как я уже сказал что первую ручку вы уже новую не найдете ее можно купить где-то у перекупов либо у человека кто ее в свое время купил и может быть на у него лежала без пользования вот эти две ручки еще можно приобрести даже на китайских интернет-площадках но тоже цена этих ручек на данный момент где-то под 1000 рублей ну я не считаю что эти ручки стоят 1000 рублей там если вы найдете за 500 тире 800 рублей это в принципе еще но тоже конечно завышенная цена но более-менее но за тысячу за полторы за две как некоторые продают перекупы это конечно бессмысленно и у людей появляется соблазн а если такая же ручка от других производителей по более-менее нормальной адекватной цене и естественно китайские компании подсуетились и выпустили аналоги данных ручек данные ручки стоят в районе 200 рублей если смотреть издалека то эти ручки ничем не отличаются но давайте посмотрим стоит ли их покупать будем сравнивать допустим вот с этой ручкой что мы видим китайская ручка у нас собрана криво но опять же это не проблема наверное всех этих ручек это проблема конкретной вот этой ручки но в общем факт на лицо она у нас кривая верхняя часть очень похожа клипса на оригинальные у нас есть логотип миджи и на подделке у нас нету этого логотипа оригинальная ручка клипса у нас двигается на копии клипса у нас не двигается она у нас жестко прикреплена к верхней части смотрим нижнюю часть немножко отличаются места самые нижние вот эти заужения по включению и выключению ручки оригинальная ручка имеет четкий звук включения и когда мы ее назад поворачиваем она у нас как бы сама отскакивает то есть пружинка довольно хорошая каких-то ложных самовыключение ручки у нас нет копия включается и выключается но более-менее нормально но при этом никакого щелчка у нас нету как-то это все так мягонько и невнятно но при этом тоже в принципе ручка работает и никаких нареканий нет по ощущениям по самому металлу не знаю из чего она сделана но сделано в принципе она неплохо покрашена на данный момент тоже неплохо но отличие тоже есть если оригинальная ручка имеет такое матовое шершавое покрытие то вот эта ручка она покрыта как будто таким каким-то какой-то эмалью не то чтобы рука скользит но при этом чувствуется если вы уже держали в руке оригинальную ручку то в этой чувствуется что такое дешевое ну и самый главный минус это конечно вот то что конкретно этот экземпляр у нас собран криво переходим к второй ручки то же самое тоже какое-то такое не очень внятное включение выключение даже с каким-то таким хрустом ну чувствуется что это так скажем более дешевый вариант клипса у нас тоже не двигается разбираем ручку сравниваем с оригиналом механизм похож то есть механизм скопировали но при этом что-то туда в кавычках не доложили если в оригинальный этот щелчок появляется то в копии у нас этого щелчка нет ну и конечно выдает вот эту дешевизну в оригинальной ручке в нижней части у нас есть пластиковая вставочка здесь у нас идет металлическая вставочка пружинка есть и там и там стержни у нас подходят не одинаковые видите что происходит с дешевой ручкой пружинка стала криво и все мы не сможем поставить нормально стержень общем ее заклинило придется доставать стержень и вставлять правильно давайте разберем вторую ручку стержень у нас такой же как и в оригинальный но сам стержень видите уже довольно кривой кривизна опять сохранилась то есть кривизну это не убрать детали кстати не взаимозаменяемые то есть нельзя будет поставить оригиналом на копию ну в целом на мой взгляд данную ручку за 200 рублей покупать смысла никакого нет если может быть найдете и за 100 за 150 рублей наверное вот эта красная цена для данной ручки если вы хотите купить что-то брендированные за такие деньги то обратите внимание на данную модель она конечно будет у нас пластиковая но при этом она будет от хорошего бренда качественная интересная ручка и оригинальная если вы что-то хотите купить за 200 плюс до 300 рублей то наверное покупаете вот эту ручку она конечно тоже не фонтан но по крайней мере она оригинальная брендированная единственное в ней тоже есть конечно минус это звук включение и выключение он довольно тугой и какой-то абсолютно невнятный но при этом ручка сама прямая выглядит довольно интересно и бывают различные цвета у этой ручки так скажем поддельные мне тоже есть несколько цветов есть серебристый золотой белый по он даже красный есть и по-моему даже черный цвет есть поэтому внешность конечно скопировали с ручек xiaomi но при этом уже добавили свои цвета поэтому решайте сами стоит ли покупать данную ручку или не стоит